Лобинский район Лобинский район расположен в одном из самых красивых мест Кубани. В Верховьях Лобы, которая и дала имя району, открываются живописные виды, достойные пера поэта и кисти художника. Общая площадь района 187 тысяч гектаров. Специфика агропромышленная, поэтому почти 150 тысяч гектаров занимают сельскохозяйственные угодья. Плодородная почва позволяет выращивать богатые урожаи зерна и овощей. На территории района работают более 800 предприятий всех форм собственности. Сегодня в Лобинском районе проживают 100 тысяч человек. Темпы развития приходятся на 70-е, 80-е годы прошлого столетия. Именно в этот период велось активное строительство жилья, предприятий, учреждений социальной сферы. В 90-х и в 2000-х началась газификация населенных пунктов. Не только райцентр, но и хутора получили качественно новый уровень благоустройства. Стали выглядеть современнее. КОНЕЦ В 1924 году на территории бывшей Кубано-Черноморской области было образовано 4 округа. Станица Лобинская являлась центром района, входящего в состав Армавирского округа. 1924 год. 2 июня было принято решение президиумов ЦИК о районировании Кубано-Черноморской области. А в ноябре этого же года Кубано-Черноморская область была переименована Северо-Кавказский край, который делился на округа, а округа соответственно на районы. Лобинский район с центром станицы Лобинской принадлежал Армавирскому округу. Границы Лобинского района менялись несколько раз, как и входящие в него населенные пункты и сельсоветы. В 1934 году в результате разукругления районов Лобинский включал в себя уже Владимирский, Вознесенский, Еременский, Кобловский, Лобинский, Лисовский, Сладковский, Союза 16-х уторов и Упорненский сельсоветы. После того, как Северо-Кавказский край был разделен на Ростовскую область и Краснодарский край, в 1937 году на Кубани началось организационное упорядочение внутреннего деления. Но в годы войны многие населенные пункты были разрушены. Несколько месяцев фашисты хозяйничали на Лобинской земле. Окупация, она как железным катком прошла по нашей территории. Ни одного города, станицы, хутора не осталось без ее следа. Массовые расстрелы, застенки гестапо. Впервые на Кубани немцы используют фабрики смерти, машины-душегубки. Есть свидетельства очевидцев, что они были использованы в станице Лобинской. Массовое большое уничтожение большими группами людей шло этими душегубками. Ну и та вот страшная картина, она не обошла стороной станицу Лобинскую. Те же массовые репрессии, расстрелы, казни. Камера пыток гестапо располагалась в здании нынешней начальной шестой школы в подвалах. И вот как вспоминают очевидцы, каждый день от здания этого гестапо отъезжали машины и за железную дорогу ехали. Там проходили массовые расстрелы. Причем расстрелы проходили сюда ведь не только местных жителей, а со всей округи. И Курган, и Мостовской. Вот такой мощный, такой большой фильтрационный лагерь здесь находился. 1947 год. Указом Верховного Совета РСФСР станица Лобинская получает статус города районного подчинения. В крае начинается укропнение районов. В 1962 году в состав Лобинского района входят Псебайский и Ярославский. В Лобинском районном архиве имеются копии документов, которые были представлены Лобинским станичным советом, вышестоящие органы, обоснования, в котором были указаны цифры, факты, доказывающие, что станицу уже пора преобразовать в город по экономическому потенциалу, ну и по социальному, потому что очень большой состав населения, очень пестрое население по своему составу, и преобладало все-таки в станице рабочий класс и интеллигенция, и работники сферы услуг. Поэтому был смысл станицу превратить в город. Ну и, конечно, надо сказать, что уже городские власти предприняли очень много мероприятий для того, чтобы станицу превратить в город. Наращивался промышленный потенциал, строилась инфраструктура, создавалась. Для того, чтобы для окрестных населенных пунктов это был такой, ну, скажем, узел административный, политический, культурный, социальный. В 1970-х годах производственные силы сельского хозяйства района были представлены 18 колхозами с общей площадью землепользования 263 тысячи гектаров. В 1975 году из Лобинского района был выделен Мостовский район. В 1977-м Государственным орденом Трудового Красного Знамени Институтом проектирования городов Гипрогор был составлен Генеральный план Лобинска. В 80-е город активно строился, продолжилось развитие инфраструктуры и благоустройства. А этот период характерен тем, что многие выполненные мероприятия все больше и больше придавали нашему городу черты действительно города. Я бы хотел остановиться на трех моментах, которые, я считаю, знаменательны для нас. Но это прежде всего в связи со строительством сродильного комбината были получены техусловия и выполнены строительно-монтажные работы по второму вводу газопровода высокого давления. Второй момент, который я хотел бы отметить, это, конечно, масштабные работы по реконструкции водозабора. То есть станции первого подъема и второго подъема были построены дополнительные сооружения, что позволило тогда уже в город подавать от 17 до 19 тысяч кубов воды в сутки. Ну и третий момент, тоже немаловажный для горожан, это строительство березащитных сооружений. Именно в эти годы эти объекты стали плановыми, были изготовлены проектно-смертная документация с разработкой поэтапной защиты правого берега реки Лобы, то есть его жителей, строений. В конце 80-х в районе образован агропромышленный комбинат «Лобинский», который имел крепкие внешнеэкономические связи. Гендиректором был Александр Сачиков. Хозяйство внедряли новые технологии, наращивались объемы производства, что позволило Лобинскому району уже тогда войти в первую десятку края. История Лобинского района неразрывно связана с историей страны. События и процессы, проходившие в Советском Союзе, а затем в России, нашли отражение в летописи нашего района. В годы перестройки многое, что создавалось в Лобинском районе десятилетиями, разрушено, был ликвидирован гороисполком и образована администрация города Лобинска Краснодарского края. Главой администрации тогда был назначен Юрий Белоусов. В начале 90-х в стране происходили радикальные перемены. Многие предприятия, учреждения, организации поменяли форму собственности. Экономический кризис повлек за собой массовый развал хозяйств. Тем не менее, даже в этих условиях город продолжал развитие. Появились новые жилые микрорайоны – Виноградный, Предгорье, Хлеборобный. В 1990 году Лобинск был признан курортом местного значения. Благодаря природным источникам в Лобинске работает больнологическая лечебница «Санаторий Лоба». С декабря 1994 года до 2000-го главой города Лобинска был Владимир Романенко. В эти годы были разработаны программы сохранения развития культуры в Лобинске и Лобинском районе. В рамках программы завершена первая очередь строительство городского дома культуры, приобретено здание для дворца бракосочетания. Большой вклад в развитие Лобинского района внесли многие выдающиеся личности. Среди них Павел Бодран, Владимир Хворостяной, Анатолий Кочегура, Владимир Стоколос, Дмитрий Баковченко, Евгений Харитонов, Генрих Ершов. В 2000 году победу на выборах одержал Александр Сачиков. С его именем связывают самые большие преобразования в Лобинском районе, а именно экономический рост, благоустройство и развитие Лобинского района. В 2003 году был принят закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с которым в 2005 году были ликвидированы администрации сельских округов. Появилось муниципальное образование Лобинский район, состоящее из лобинского городского поселения и 12 сельских поселений. Закон был новый и для нас все было новым. В то время главой был свеженец Владимир Павлович. С ним учились работать, с ним учились формировать и расставлять приоритеты в бюджете, принимать ответственные решения, порой сложные, но все они были направлены на улучшение качества жизни жителей города Лобинска. Лобинский район имеет агропромышленную специализацию. Еще в середине прошлого века, после укропнения, началось интенсивное развитие всех отраслей. Передовые колхозы, среди которых были колхозы-миллионеры, добивались больших успехов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Внедрение передовых технологий стало традицией, а с начала 2000-х темпы роста показателей увеличиваются с каждым годом. В 2013 году в Лобинском районе насчитывалось около 1000 хозяйствующих субъектов. Согласно рейтингу темпов роста основных экономических показателей, Лобинский район по итогам работы занял второе место среди территорий с агропромышленной специализацией и одиннадцатое место среди 44 муниципальных образований края. Урожайность зерновых выросла на 50%. Это стало возможным благодаря грамотному использованию потенциала земель и модернизации хозяйств. В результате Лобинский район стал лидером в южно-предгорной зоне края. Успехи лобинцев высоко оценены губернатором Краснодарского края. Дай Бог, чтобы район шел дальше, развивался, укреплялся, чтобы каждый человек здесь имел свой уголок, свое место, чтобы здесь была и не нарушалась, в общем-то, заложенная социальная справедливость, чтобы район развивался и имел, скажем так, ту специфику и тот, скажем так, то обаяние, который вот наработан и нарабатывается в настоящее время, 90 лет существования района – это очень большой срок. Все-таки Господь Бог удержал этот район. И в 1975 году отошел Мостовский район, но в большей части остался тот район, который сегодня занимает очень достойную нишу среди предгорных районов Краснодарского края. Поэтому я его хочу видеть высоко цивилизованным, с мощным развитием промышленности, сельского хозяйства, благоустроенным, людей с высокой заработной платой, дальнейшее развитие социального района. Работы здесь очень много, и как бы она всегда будет. И чтобы был мир, чтобы люди были более счастливы, довольны, чтобы больше было улыбок, радости, чтобы больше было храмов построено. Ну и, как говорится, каждый год рожалось больше детей. Вот таким бы я его видим, этим районом, самодостаточным, процветающим. Краевая и районная власти заботятся о благоустройстве территории. Жизнь в станицах и хуторах становится комфортнее, ремонтируются дороги, освещаются улицы и подводится сетевой газ. Благодаря этому качество жизни селян становится высшим. Лобинский район – мощный индустриальный центр, где сосредоточены крупные промышленные и перерабатывающие предприятия. Лобинский МЭС, Лобинский хлебозавод, племптицезавод Лобинский, Лобинск Сахар, ЗАО Химик, Молочный комбинат Лобинский, Лобинский элеватор, ЗАО Логия и другие. В структуру промышленного производства входит добыча полезных ископаемых. Лобинский район имеет развитую социальную сферу. В последние годы учреждениям образования уделяется большое внимание, а значит подрастающее поколение получает качественные знания, о чем говорят успехи лобинских школьников. Здравоохранение вышло на новый уровень. В районе построен травмоцентр, первичное сосудистоотделение, так что Лобинское ЦРБ стало межрайонным медицинским центром и обслуживает жителей Лобинского, Мостовского и Курганинского районов. Забота о здоровье жителей района – это сеть спортивных объектов, которые построены во всех сельских поселениях и райцентре. Гордость района – успехи лобинских спортсменов, среди которых мастера спорта международного класса, более ста человек – члены сборных Краснодарского края и Южного федерального округа. Лобинские спортсмены входят в сборные Российской Федерации. Начало нового тысячелетия ознаменовано возрождением духовности. На новый уровень поднимается районное казачье общество. Началось строительство и восстановление храмов. Частыми становятся визиты митрополита кубанского владыки Сидора. А в 2014 году Лобинск приобретает статус второго кафедрального города Армавирско-Лобинской епархии. Наш район не теряет инвестиционной привлекательности. За последние годы в экономику вложено 5,5 миллиардов рублей. А это говорит о том, что у Лобинского района большие перспективы и уверенность в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok